Республиканцы в Сенате скоро примут новые законодательства по предоставлению экономической помощи. Я уже в этом месяце подписал два законопроекта, которые обеспечивают больничные и разные льготы трудящимся и их семьям. Очень хорошие положения для платного больничного, которые не будут стоить ни копейки работодателям, чтобы сохранить этих трудящихся. Пакет экономических мер на 2 триллиона долларов – это самый крупнейший пакет за всю историю существования Конгресса. Если мы вспомним времена Рузвельта и новые сделки, я не знаю, насколько можно сравнить наш пакет мер с тем, который был принят во время Великой депрессии, но я думаю, что то, что мы сделали – это большое достижение, и мы сохраним таким образом рабочие места и семьи трудящихся. Этот законопроект включает 350 миллиардов долларов для кредитования малого бизнеса, также прощение займов – там есть такой вариант. Они должны продолжать платить зарплату своим работникам. Мы хотим, чтобы эти трудящиеся сохранили свою работу. И это позволит нашей экономике быстро возродиться, как только мы победим этот вирус. 300 миллиардов долларов – прямые выплаты американцам будут предоставлены, всем американским гражданам, которые зарабатывают менее 99 тысяч долларов в год. Это будет быстро предоставлено, типичную семью из 4-х человек, будет предоставлено 3000 долларов. 250 миллиардов долларов по разным выплатам по безработице, тем американцам, которые потеряли работу. Это хватит на 4 месяца и независимым подрядчикам. И тем, кто потерял работу, эти выплаты очень пригодятся. Самозанятые также люди смогут подать на эти льготы. Также мы выделили большую сумму для того, чтобы поддерживать наш медицинский персонал и больницы. Также наш фонд по 45 миллиардов долларов на фонд по чрезвычайной ситуации для того, чтобы реагировать на ситуацию кризиса. 45 миллиардов долларов для того, чтобы нарастить наши стратегические 8 миллиардов долларов. Например, мы выделили на разработку вакцины. Это мы сделали несколько недель назад. 500 миллиардов долларов для того, чтобы поддержать разные отрасли промышленности с условиями, что они не будут покупать собственные акции. Республиканцы и демократы хотели, чтобы там было это условие. Мы поможем нашим авиакомпаниям и другим компаниям продолеть этот кризис. Я думаю, что когда мы вернемся на наше обычное русло, мы взлетим вверх, как ракета.